Гнотисе Аутон. Познай самого себя. 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Година Елена Зиновьевна, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией аксологии человека НИИ антропологии МГУ имени Ломоносова, заведующая кафедрой анатомии и биологической антропологии Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, один из ведущих специалистов в области взрослой антропологии. Елена Година, автор свыше 300 научных публикаций в различных отечественных и зарубежных изданиях. В 90-е годы трижды была стипендиатом программы «Фулбрэйта» для научных сотрудников и профессоров, 2000-й приглашённым профессором Кембриджского университета в Великобритании. Профессор Година, член Совета Европейской антропологической ассоциации, Германского аусологического общества и Международного общества по спортивной антропометрии, вице-президент Международной ассоциации по физиологической антропологии. Входит в ряд коллегий ряда отечественных и зарубежных изданий, председатель диссертационного совета МГУ имени Ломоносова по специальности антропология. Елена Зиновьевна Година сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Елена Зиновьевна расскажет нам о том, как менялись во времени физические параметры человека сложного биосоциального объекта. Являются ли эти изменения эволюционными или эти модификации временный ответ на временное изменение условий внешней среды? Вот это очень важный вопрос, представляется он мне таким. И буквально накануне нашей встречи, независимо друг от друга, мы с Еленой Зиновьевной прочитали одну и ту же статью. Опубликована она в трудах Королевского общества. Британский ученый Герд Сталп провел исследование среди голландцев. Ауксологи и антропологи знают, что голландские мужчины являются самыми рослыми на планете в настоящее время. Вот сегодня самые высокие люди, да и женщины тоже живут в Голландии. И вот он задался вопросом, является ли это следствием улучшенных социальных условий, полноценного питания, обилия молочной пищи с богатым кальцием, хорошего здравоохранения. Или же это естественный отбор. И проведя свое масштабное, статистически довольно достоверное исследование, он делает вывод или, по крайней мере, предположение обоснованное о том, что, похоже, все-таки это естественный отбор. Потому что у высоких мужчин голландцев больше детей, и более того, эти дети здоровее, среди них ниже смертность. Вот обо всем этом по порядку. Пожалуйста, Елена Зиновьевна. — Большое спасибо. Действительно замечательно, что накануне передачи попалась вот эта работа. Потому что мы все долго и очень внимательно следим за вот этим феноменом увеличивающегося роста голландцев. Скажем, известно, и это даже есть такая статистика эта вся, что, допустим, за 100 лет рост голландцев увеличился на 15 сантиметров по сравнению со всеми остальными европейскими странами. То есть это был самый высокий прирост, когда мы говорим о, скажем, акселерации или, как мы сейчас называем, секулярном тренде. И на этот счет, да, известно, что действительно средний рост 184 сантиметра – это сейчас самые высокие люди на планете. Хотя раньше были совершенно другие варианты. Скажем, если мы там посмотрим середину 20 века даже. — Американцы считались. — Американцы самые высокие. И вообще были очень высокие хорваты. Я помню, что когда на одном из заседаний в Музее антропологии обсуждался этот вопрос, то вот речь заходила о хорватах. Но сейчас все это, в общем, как-то уже ниже. Американцы ниже, толще. А вот голландцы самые высокие. И было предложено очень много гипотез. Написано масса на этот счет научных статей. Вот я упомяну здесь имя такого, ну, я его называю экономический историк, да. То есть вот это люди, которые очень активно работают в области исторической антропометрии, так скажем. Когда они анализируют очень большие массивы данных, связанные с измерениями в основном новобранцев. Потому что иначе как вы получите какую-то статистику? А эта статистика идет с, ну, в общем-то, с 18-го даже века. Вот эти базы данных уже есть. И это американский вот как раз такой профессор. Он работал в Мюнхене, издавал, был главным редактором журнала Economics and Human Biology. Джон Комлас или Комлыш. И вот он как раз писал на этот счет очень много работ, они очень известны. И он считал, что основным фактором вот этого феномена голландцев, высокого роста голландцев, являются как раз социальные. И не просто социально-экономические, а вот такие социальные факторы, которые позволяют разным слоям общества, в общем-то, реализовывать свои ростовые потенциалы. Вот система такой социальной защиты, когда выделяются какие-то специальные программы для того, чтобы вот эти менее обеспеченные люди тоже могли жить, в общем, какой-то достойной жизнью. И в этом смысле и не только он этим занимался. Есть достаточно много книг на этот счет. Когда, значит, вот коррелирует, допустим, коэффициент ЖИНИ, то есть коэффициент вот этого социального неравенства с показателями среднепопуляционными по разным странам, и выясняется, что вот эти параметры отчетливо связаны. Поэтому, когда вчера я увидела вот эту новую статью, я пришла, конечно, в абсолютный восторг, потому что, ну вот вы упомянули тут, что, конечно, про молоко все говорили. Ну да, да, и женщины предпочитают высоких, но тут репродуктивный успех, и частота их генов популяции выше. Совершенно верно. Но тут получается, что вот как бы действительно мы имеем дело с какой-то генетикой, с какой-то такой сочетливым, как он считает, отбором. Ну, мне кажется, что это еще нужно хорошо проработать и доказать. Ну, хотя бы потому, что 180 генов, да, на сегодняшний день определяют рост, и ни один из них сам по себе, он не оказывает существенного влияния. Совершенно верно. Тем не менее, и как это отследить в популяции, ну это очень, очень должно быть. На геномном уровне вообще невероятно. Да, частотность каждого из 180 – это колоссальная работа. Пока совершенно нереально, как мне представляется. Но в качестве гипотезы это замечательно. И это в какой-то мере отвечает на наш вопрос, что вот действительно... Эволюция и не эволюция. Да, селективные механизмы, конечно, работают, иначе и быть не может. Так и должно быть. Мне, кстати, попалась в этом году у нас будет такая небольшая конференция в Институте антропологии, посвященная 120-летию Якова Яковича Рогенского, выдающегося антрополога, одного из отцов. Основателя современной антропологии. И я тут немножко штудирую его работу для того, чтобы подготовить какое-то выступление. Я столкнулась с тем, что вот одна из его ранних работ была посвящена новорожденным. Как ни странно, потому что он известен своими работами в области антропогенеза, в области, естественно, этнической антропологии, рассоведения. Но вот одна была связана с ростом и развитием грудных детей, новорожденных. И вот оказалось, что когда он приводит такие данные по годам, а это всегда мне интересно, потому что я вплотную занимаюсь вот этими проблемами секулярного тренда, когда он приводит эти данные по годам, то получается, что вот в годы послереволюционные новорожденные были с большим весом. И тут некая загадка, потому что классика, там работы, да, работы можно привести, там фундаментальные работы, допустим, канадского ученого Питера Уорда, книга специально посвящена этому, когда во времена каких-то социально-политических катаклизмов, там картофельный голод в Ирландии приводится и прочее, значит, снижается этот показатель. А тут он вдруг увеличивается. Ну вот Яков Якович тогда совершенно справедливо выдвигает гипотезу, что только более крепкие и более сильные родители могли себе позволить родить в это время ребенка. Рождаемость колоссально падает, значит, он приводит эти цифры, сейчас не помню этот процент, но это не важно. И вот только действительно уже отбираются вот эти, которые могли родить, и таким образом это потомство могло выжить. Ну тогда все, здесь не мы, никакого парадокса. Вот, да, да, да. А если мы смотрим просто, ну невероятно, что это такое, откуда это берется. Так что это вот к вопросу, конечно, это очень важно на самом деле. Ну давайте обо всем по порядку все-таки. Ну давайте, да, да. Первый слайд. Что у нас там, какой порядок? А, ну первый слайд, это, конечно, про ауксологию. Там было написано, что вот я зав. лаборатория ауксологии человека, а на самом деле мало кто это знает, что это такое. Хотя мы пишем книги на эту тему и всякие учебники. Вот это такая наука междисциплинарная, несомненно. Но здесь я ее вывожу как часть возрастной антропологии, потому что я читаю курсы студентам биофака кафедры антропологии. Это возрастная антропология, потому что понятно, что возрастная антропология – это и старение, это все. Это весь антогенез, все, что происходит с нами в процессе антогенеза. Но здесь выводится вот только изучение процесса в росте и развитии. Ну и вот есть такой предшественник Годен. Я всю жизнь говорила, Поль Годен оказал, что он годен. Кто-то мне про это сказал. Поэтому это было для меня замечательное открытие уже, когда я была довольно-таки далеко ушла по пути этих ауксологических исследований. Но он предложил впервые вот этот термин ауксология. И, как вы видите, это произошло в 20-х годах прошлого столетия. Но прижился он намного позже. Он прижился уже где-то в конце, скажем, в 70-х, 80-х годах прошлого столетия, причем на Западе в основном, благодаря усилиям... А, ну это у меня немножко другое, но неважно. Благодаря усилиям Таннера, такого выдающегося британского ауксолога. И, значит, вот что включает в себя ауксология. Тут вы видите все, что хотите про рост и развитие. Любые, так сказать, проблемы, которые с этим связаны. Ну вот, достаточно ясно это все. И даже комментировать мы будем позже. Ну что, так антропология для маленьких. Ну, да, для мелких. Для детей. Для мелких. Но там и взрослые, потому что потом они делаются большие. И поэтому больших тоже нужно изучать. Ну, как вы видите, все тут. И факторы, и там... И я специально вывела междисциплинарность, потому что, конечно, сейчас... Ну, во-первых, это всегда вместе, вот как я вам приводила пример, допустим, экономические историки вносят свой вклад в эти проблемы. Значит, дальше... Физиологи. Физиологи. Ну, понятно, что математики, потому что когда мы говорим о моделировании, это все так. Понятно, что всегда мы имеем дело с социологами. Психологи вносят свой вклад. Значит, дальше сейчас генетика пошла. Потому что как раз вот то, о чем мы говорили, мы сейчас пытаемся тоже на молекулярном уровне, на геномном уровне что-то такое выяснить. Да, смотреть. По крайней мере, по ожирению у нас уже есть какие-то свои наработки на этот счет. Там по известному гену ФТО тут уж, как говорится, никуда не денешься. Так что здесь вот целый комплекс вот этих наук, которые участвуют в изучении проблем роста и развития. Значит, ну, по методам исследования, не знаю, тут особенно будет их много, и будем мы с вами говорить или нет. Ну, пройдемся просто. Да, давайте быстро. Значит, это замечательная совершенно такая историческая картинка. Собственно, первый измерительный инструмент – это Леон Батиста Альберти, и он был придуман для скульптур. И уже, собственно, антропометр был предложен Эль Шольцем, и, кстати, это немецкий ученый, такой совершенно энциклопедист, и он, ну, массу, он защитил диссертацию по антропометрии, и был, вот я считаю, что это такой родоначальник этого метода. И, кстати, этот антропометр, он очень такой прост в обращении и очень похож на то, чем мы до сих пор пользуемся. Есть основания, куда вставляется эта измерительная линейка, и насаживается планка, которая вот измеряет. Ну, и, разумеется, гальтоновский стадиометр, который совершенно тоже замечательный. Гальтон – это вообще один из моих любимых персонажей, потому что что-то тут про него не расскажешь, в том числе изобретатель вот самых разных вещей. И тут мы видим с вами уже современные какие-то, вот так, как мы меряем. И здесь тоже очень важно, чтобы соблюдались все, казалось бы, антропометрический метод очень прост, уж коль скоро мы об этом рассказываем, и легко воспроизводим, но он должен быть очень точным, чтобы дать нам какие-то реальные выводы, да, какие-то достоверные результаты. И вот когда особенно мы говорим о вот этих временных, о секулярных изменениях, важно, чтобы методики были сравнимы, чтобы это было померяно по одинаковому протоколу и с одинаковыми какими-то правилами, иначе вы не можете ничего сравнить. Иначе это бессмысленно. Вы можете все сравнивать, но ничего не получите. Это, соответственно, вот для измерения жировых складок. Многие знают, потому что сейчас это очень такая популярная и интересная тема. Во многих фитнес-клубах есть такие, не такие, конечно, потому что это классические и достаточно дорогие приборы, а есть такие пластмассовые просто аналоги. Тем не менее, в общем, это все происходит. Тут, значит, вот у нас методика, потому что, опять-таки, я говорю, что вы можете померить, и у вас все получится, только ничего потом не выйдет. Поэтому вот тщательно нужно всегда соблюдать вот эти протоколы измерения, где вы меряете, на каком уровне, как вы берете эту складку. И вот для этого существуют совершенно определенные методические указания. Это я все говорю к тому, чтобы люди не думали, что это так просто. На самом деле, в общем, это... Взял да измерил. Да, этому нужно учиться, учиться под руководством опытного измерителя, потому что, глядя на картинку, вы никогда не почувствуете, как вы должны это сделать. Так что это специальные такие... Понятно, что есть совершенно другие методы. И здесь я вот тоже привожу картинку, значит, изучение состава тела, компонентов состава тела. И один из первых методов, это метод гидростатического взвешивания, когда по объему вытесненной воды вы вычисляете плотность тела. Привет, Архимеда. Вот, 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 совершенно. Но сейчас уже, конечно, совершенно другие. Тут вот эти в Японии, значит, японцы до сих пор делают часть. Другие методы на этот счет существуют. Значит, вот у нас один из таких довольно раскрученных в последнее время методов, потому что мы вот этот небольшой приборчик можем с собой брать в какие-то экспедиции. Значит, тут человека не надо раздевать особенно, и просто достаточно мерить биоимпеданс. То есть, вы меряете импеданс сопротивления. По сопротивлению тканей вычисляете количество жира, количество... Да, все эти... Причем у нас есть очень хорошие разработки наши. Это немножко другое уже. Чего-то я пошла. Значит, у нас есть довольно хорошие разработки наши. Здесь вот немецкий прибор, но, в принципе, мы вот этим занимаемся и постоянно имеем в виду вот этот компонентный состав тела. Тем более, что сейчас, опять-таки, в связи с проблемами избыточного веса, ожирения и так далее, это все приобретает такую совершенно особую вещь. Здесь, опять-таки, это методики определения типов конституции. На самом деле, схем очень много. И сейчас там есть такие более продвинутые вычислительные, когда по измерительным параметрам вы вычисляете компоненты самототипа. Вот я упоминала вам хиткартеры. Это такое что-то. И здесь, значит, вот еще я прибавила генетические методы. И тут просто такая вот маленькая, маленькая такая вставочка. И мы видим, что молекулярно-генетические маркеры, детерминирующие рост человека, крайне малоизучены. То есть вот просто, тем не менее, мы этим тоже занимаемся. Вот это все проблемы антропологии. Ну, здесь просто картинки наших измерений, чтобы вы представили, как это все происходит. Здесь общая схема того, как работают вот эти все механизмы. Значит, мы прекрасно понимаем с вами, что есть некая генетическая программа развития, которая действительно определяется генетикой, наследственностью. Но при этом она реализуется через ряд опосредованных факторов. Здесь и климатогеографические, и средовые факторы, и культурные, так скажем. Вот мы видим состояние здоровья, социально-экономический статус семьи. И, значит, в результате мы имеем с вами или задержку роста, или нормальный рост, в зависимости от конкретных условий в разных популяциях. Естественно, что когда мы говорим с вами о изменении размеров тела человека во времени, то мы можем начать с... Мы можем взять разный, как говорится, временной интервал, разный временной шаг, большой или маленький. Можем взять огромный. Вот весь размах эволюции человека. Наши предки, кстати, вот еще одна недавняя статья об огромном разбросе в росте наших предков. Ну, совершенно верно. В разных местах Африки они были совершенно разного рода, роста приблизительно в одно и то же время. Да, причем, вы знаете, вот тут поразительно что? Что мы, конечно, когда мы углубляемся с вами вот на эти эволюционные уровни, мы всегда так или иначе имеем дело с единичными находками. Нам очень трудно представить, что это было на каком-то... Все-таки, когда мы говорим с вами о сегодняшних временах, или там о 200-летней давности, 100-летней давности данных, мы оперируем популяционными какими-то величинами и понимаем, что был разброс, скажем, говоря о данных тех же рекрутов, была какая-то отсечка, ниже которой вообще не брали. Так что вот эти нижние тоже оставались там. Ну, че-то эти статистики... Совершенно верно. А здесь совершенно единичные находки. По одной кости, ну, даже если скелет один, он один. Скелет, когда есть целый скелет, как, допустим, вот в случае Афорензиса, Люси знаменитой, да, вот этой Люси, про которую много написали, то там был достаточно полный скелет, и они страшно этим гордились, и гордятся до сих пор. А где-то ничего нет, и есть какие-то кусочки, и они, тем не менее, реконструируют и восстанавливают. Но факт остается фактом. Значит, австралопитеки все-таки были маленького роста, они определенно там 120-130 сантиметров Люси, хотя очень хорошо уже ходили на двух ногах. А дальше идет вот такой марш увеличения. Вот род Хома уже, значит, ну, по Хаббисам там не очень хорошо известно, а вот по Эректусам отдельные находки, когда там какой-то мальчик из Турканы, 180 сантиметров, понимаете? Вот совершенно невероятная величина. А другие находки несколько ниже. И вообще в Африке очень большой разброс, мы это с вами знаем. И большой разброс современных. Самый вариативный, совершенно верно, самый вариативный континент по размерам тела – это Африка. Это наша прародина, и она наиболее вариативна. Мы вот с этим-то и связаны, наверное. А чего? Очевидно, совершенно верно. А дальше у нас идут, конечно, неандертальцы, которые, ну, как бы, такие более массивные, в силу того, что они живут все-таки в таком, в более холодных условиях, мы знаем с вами об этом, и немного ниже ростом, и робустные, как говорят, крепкие, крепкие и выносливые. И, наконец, Апиенцы, которые, по сути, не отличаются от нас с вами. Вот если посмотреть по, например, вот такой вот схемке, это по одному итальянскому автору, мы видим с вами, что тут вот в палеолите, вон какая у нас цифра – 177. Практически на уровне сегодняшних лет. А дальше вот происходят какие-то колебания. Это большой разброс, но это, в общем, так… Ну, все-таки, все-таки от 169 до 177. Ну да, почти 10 сантиметров. Понимаете? А если мы пойдем с вами дальше в Средневековье, то там будет еще меньше, потому что Средневековье – это болезни, это периоды неурожаев в Европе и всяких там неприятностей. И в связи с этим вот происходят вот такие вариации размеров тела. Мы можем и по-разному сделать это, но на самом деле, когда мы все-таки вот останавливаемся на вот этих изменениях размеров тела, мы говорим о последних каких-то столетиях, потому что здесь у нас есть достаточно четкие, как я уже говорила, статистические данные. И здесь вот эта картинка, которая нам иллюстрирует такую расхожую совершенно истину о том, что современный человек не влезет до спихи средневекового. И действительно, это трудно сделать, если учесть, что эти средневековые были такого небольшого роста. И даже вот у меня здесь тоже эта ссылка с сайта New York Times, когда в одном музее одели маленького человека. Посмотрите, вот служитель вон какой, а этот маленький. И, значит, его одевают в эти доспехи. Но оказалось вот что, как потом выяснилось. Оказалось, что при этом, при этих маленьких размерах тела, маленького роста, нужно было быть очень выносливым. Потому что... Тяжелые. Там было тяжелые, они страшно тяжелые. Там очень плохая терморегуляция, совершенно жарко. То есть даже просто надеть и находиться в них трудно, не говоря о том, чтобы вести какие-то рыцарские турниры, там, битвы. Это средневековье, а даже 18-19 век, вот в музеях видишь одежду. Ну да, или кровати. Вспомните кровати. Мы приходим с вами в какие-то музеи. Я помню музей Рембрандта в Амстердаме. Да? Да. И там маленькая-маленькая кровать. Как, боже, как туда люди помещались? Ну, кстати, я не знаю, может быть, со мной не согласятся, но после реконструкции Большого театра я была там однажды, и очень гордились сотрудники тем, что мы все восстановили, как было, вот как был императорский театр. И кресло, и все. Очень неудобно сидеть. Они малюсенькие. Малюсенькие, да. Но я не была. Я вам могу позавидовать, потому что я там после реконструкции не была ни разу. Вот то, что сделали уже по эскизам, вот по тем, то есть как это наше великосветское общество там вот себя чувствовало. Ну, вот потому что... Если платье моей бабушки сохранилось, прабабушки, извиняюсь, ну, тихо, шейка, и на меня это бы точно. Чуть не ли свадебная какая-то, да. Не-не-не, не влезло бы. Ну, есть, опять же, разные варианты, потому что вот мы знаем очень хорошо, допустим, про вот этого аристократа, сына графа Монбияра, который был другом Бифона, и который, в общем, мерил-мерил-мерил его, и создал такую прекрасную модель вот этих кривых роста. Это не он, а на основе его измерений потом сделали. Но Бифон внес это в приложение одного из томов в своей естественной истории, и поэтому сохранились эти цифры. Так тот был выше 180 сантиметров, этот мальчик, 18 лет. Правда, потом голову отрезали во время Французской революции, так что укоротили, соответственно, длину тела. Значит, вот мы как бы в контексте вот этих вот процессов, и поэтому тут есть у нас вот этот термин «секулярный тренд», который мы очень широко используем в своей литературе, и я хочу, чтобы он был понятен слушателям. Это то, что вот раньше называлось акселерацией. Но почему мы отказались от этого термина акселерации? И за рубежом давно отказались, а мы как бы несколько позже, но тем не менее. Потому что первое, акселерация уже указывает на направленность этих изменений. То есть по определению это ускорение. Только вперед. Да, а тут совершенно все по-разному сейчас особенно происходит. Значит, второе. Акселерация остается как термин в применении к внутригрупповым изменениям. Вот более акселерированные дети, вы приходите в класс, у вас разные дети по биологическому возрасту. Мы это тоже учитываем, кроме размеров тела, разумеется. И темпы. То есть есть две оси, по которым происходят изменения. С одной стороны это увеличение, а с другой стороны как это увеличение происходит. Скорость его. Отсюда и вот эти разные кривые. И акселерация там вполне уместна. Акселерированные дети, ретардированные дети. А в данном случае она нам мало что объясняет. Потому что, как вы видите, одно из таких, на мой взгляд, самых хороших определений принадлежит Барри Боге. Ну, такому выдающемуся ауксологу, который вообще из Америки, но сейчас работает в Англии, в Великобритании. Это изменение размеров и формы тела. Обратите внимание, это тоже очень важно. То есть не только измерительные, но и конфигурация пропорции тела меняется. От поколения к поколению. И они могут быть положительными. Не в том смысле, что они хороши, а в том смысле, что размеры увеличиваются. Или отрицательными, когда они уменьшаются. Поэтому вот этот термосокулярный тренд, при его калькированности, конечно, и как переводчик я сама это не очень люблю, но тем не менее, он дает ответ на какие-то, может обозначить, вобрать в себя и разнонаправленные изменения, изменения и изменения формы тела, и тем он хорош. Но происходит он от латинского seculum, поколение, век, столетие, исторический период. Монетку я сюда вот эту поместила, потому что вот здесь как раз обозначается новый seculum, приход нового императора и выпускает новую монетку. И, конечно, коль скоро мы уже дали определение, мы должны упомянуть и об основателях, о тех первых ученых, которые обратили на это внимание и даже дали уже какие-то свои определения на этот счет. И здесь прежде всего это Франц Босс, совершенно выдающийся ученый, о нем можно говорить лекцию, две лекции, сколько хотите, который, отец действительно основателя американской антропологии, кстати, основал ее таким образом, что она сразу синтезировала и биологическую, и физическую, и культурную. Все кафедры антропологии в Америке, там работают и биологические, и физические антропологи, и культурные антропологи. Правда, не очень этим довольны, не очень между собой дружат, но не важно, задумано было очень хорошо. Хорошо. И масса работ Боуса можно здесь упомянуть, но нам интересно вот это одно из его исследований, когда он изучал как бы два поколения учеников в одной школе, частной школы, вот здесь имени Хорреса Мана, Колумбийского университета, и потом сравнил их. И убедился, что представители последующего поколения увеличили свои размеры тела по сравнению с предшествующим. И он объяснял это за счет изменившихся социально-экономических условий, за счет лучших социально-экономических условий, питания, дравоохранения и так далее. Кстати, точно так же он объяснял изменение размеров тела мигрантов, он тоже занимался этим очень подробно, по сравнению с исходными популяциями. У него были итальянцы, евреи, приехавшие откуда-то, и оказывалось, что вот у них совершенно другие параметры тела по сравнению с тем, что в их собственных странах. Опять-таки за счет улучшения социально-экономических условий. Но не менее важны и работы другого основателя, и того, кто предложил этот термин акцелерация развития. Кстати, еще раз повторю, что это правильно. Акцелерация, хотя во всех наших документах акцелерация, потому что и с точки зрения латинского языка, откуда взято это слово, и немецкого, тем более сам он немец, мы должны, конечно, произносить акцелерацию. Но это не столь важно, это мелочи, как говорится, терминологические. И он предложил для объяснения так называемую гелиогенную гипотезу или гелиогенную теорию. Он считал, что дети последующего поколения имеют больше доступа к солнечному свету, их меньше кутают, меньше одевают, они больше играют на улице. Но здесь, в общем, эта теория имеет скорее такое историческое значение, я бы сказала, потому что мы знаем массу примеров, когда, конечно, солнечный свет влияет на развитие детей. Мы знаем страшные примеры, там, рахита при дефиците солнечного света. И это все так. Но, тем не менее, мы знаем другие примеры, когда дети высокогорья, хотя там масса солнечного света, также отстают в росте и страдают от проявлений рахита. Потому что здесь дефицит молочной пищи, дефицит витамина D и так далее. Но, тем не менее, нужно об этом упомянуть наряду со многими другими, потому что их было масса. И здесь мы говорим об очень интересных исследованиях, которые мы объединили под этим названием исторической антропометрии. И они особенно популярны в последние годы. Вы видите, что вообще, начиная с конца прошлого века только развиваются эти работы, их сейчас очень много. И они основаны на очень больших массивах данных, огромных статистических массивах, когда измеряли длину тела новобранцев. А это было, в общем, уже в XVIII веке, в XIX веке, вовсю, в самых разных странах. И здесь можно оценить вот эти направления изменений размеров тела человека во времени. Вот в этом времени, на протяжении 100, 150, 200 лет. И здесь у нас очень интересные данные, конечно. Вот я это называю уроки исторической антропометрии. Что мы извлекаем в этих уроках? Ну, прежде всего, то, что я вам говорила, это измерения новобранцев регулярные. Вот здесь совершенно замечательная картинка. Она очень популярна среди антропологов, потому что нарисовал ее Гетте, Иоганн-Вальган Гетте, который был совершенно многосторонним человеком, как мы знаем, и ботаником, и геологом. Помимо того, что он был великим поэтом. Когда вы приходите в Веймар в его музей, вы видите там массу коллекций. А кроме того, он был человеком служивым. Он служил при дворе герцога и отвечал, в том числе, за измерения новобранцев. И не удержался, нарисовал эту картинку. Картинка совершенно замечательная. Я ее всегда привожу в пример студентам. Посмотрите, как стоит этот человек. Как голова действительно выровнена в этой франкфуртской горизонтали, в плоскости. Не задрано затылком туда, а вот так, как этого требует методика антропологических исследований. Понятно, что он босой. И совершенно точно... А тут записывающий, потому что вы не можете одновременно мерить и записывать. Значит, вот это классика антропометрии. Ну, наряду с тем, что тут выгоняют жену, видимо, солдаты. И вот что получается. Значит, на основании вот этих вот измерений, баз данных обширных, получается, что вот во времена каких-то, значит, в периоды неблагополучия, каких-то социально-экономических катаклизмов, в данном случае это как раз французская революция, которая укорачивала головы, но и не только приводила к такому обнищанию населения, и наполеоновские войны дальше. И вот мы видим с вами, что рост людей, родившихся в эти годы, длина тела людей, реально уменьшается на очень значительный такой отрезок. Разброс огромный. Да, ну и здесь наоборот. Значит, вот в середине XIX века уже происходит такое более-менее постоянное увеличение длины тела в разных странах. Ну, вот здесь как раз из работы вот этого автора, о котором я вам упоминала, Венгрия и Австрия, на самом деле, масса этих исследований. Здесь совершенно замечательная, вообще, это потрясающая база данных, одна из лучших по новобранцам Швейцарии. И там масса работ обо всем, все, что хотите, и питание, и социальные классы, и разные. Но здесь важно, что вот за сто лет, мы знаем с вами, что вот есть некое распределение, да, длины тела. Распределение, оно распределяется по нормальному закону, то есть у нас вот есть такая как бы парабола, да, вот этого распределения. И средние значения, вот они здесь, они шагнули ровно на 15 сантиметров вправо. То есть вот по сравнению, скажем, здесь 165, а здесь 180. Это за сто лет. Вот у нас за сто лет вот такая получается история. И вот эта картинка, значит, это тоже из одной работы я взяла. Эта картинка по разным странам. Европейские. Европейские, да, в основном европейские страны. Мы видим, что вот опять-таки прибавили больше всего голландцы, а меньше всего вот португальцы. У них всего 4 сантиметра. И они действительно такие мелковатые до сих пор. Да, ну есть и русские. У нас вот тоже русская картинка. Это, кстати, из... Да, у него голова задрано. У него задрано, но ему зубы смотрят. Я тоже, когда это увидела, мне, кстати, прислал эту картинку Борис Николаевич Миронов. И когда я ее увидела, я сразу подумала, ну вот у нас все неправильно. Но в данный момент ему зубы осматривают, тут стучат по коленкам, смотрят. В общем, есть. И тоже выталкивают кого-то за дверь. А, и мамаша, да, да. И, кстати, выталкивают... Жену, жену, конечно. Вот. Жену выталкивают за дверь, хотя никто не знал в то время об этой картиночке Гетте. Но аналоги очень характерные. Ну, чиновников больше. Посмотрите, сколько их тут, да, присутствия. И вот что происходит по данным Борису Николаевичу Миронову. Вы видите, какая статистика колоссальная. Это все... 400 тысяч. Да, 400 тысяч вот этих годов рождения уже 80-х, 85-х. А что происходит? Вот мы с вами говорили. Примерно то же, что мы видели на каких-то предыдущих картинках, например, во Франции, примерно 8 сантиметров. Я подчеркнула вот это вот. Мне кажется, это очень интересно. Вы видите, что наибольшее снижение длины тела, даже больше, чем в военные годы. Это по России же, да. Это по России. Самые наши годы тяжелые. То есть годы репрессии, годы... Ну, тяжелые, да. После революционной, гражданская война только закончилась. Гражданская война, коллективизация, в общем, все-все-все. Оно дает большее снижение, чем вот эти вот 30-е и 40-е и даже 40-е, послевоенные годы, 40-е и 50-е. Ну и сейчас вот это 177 сантиметров, примерно этот уровень так и остается. Здесь такой небольшой вывод о том, что на протяжении 19 века и в первой половине 20 века как бы была общая направленность. То есть темпы прироста, как мы видели, совпадали. Они были со знаком плюс в сторону увеличения. Но темпы их были разные в разных странах в зависимости от каких-то конкретных ситуаций. Но, тем не менее, это была такая общая тенденция. И здесь вот эта замечательная фраза основателя, собственно, одного из основателей ауксологии Таннера, который пишет, что рост – это зеркало происходящих в обществе процессов. Все, что происходит в обществе, отражается на средних составляющих роста. Да, на среднепопуляционных роста. Ну, тут мы можем с вами по периодам новорожденности. Вот как раз те работы, которые я вам упоминала, это снижение показателей длины тел новорожденных в Ирландии, картофельный голод, значит, вот экономический спад. И мы видим, что, в общем, даются нам более низкие величины. И на самом деле здесь очень много таких данных. Вот по данным Бориса Николаевича Миронова, значит, опять-таки, вот это красное – это Петербург. Смотрите, какое вот резкое снижение длины тела новорожденных в начале 90-х годов. Ну, по Москве у нас вот только такой клочочек он нам приводит. А, в общем, по России, ну, где-то так в среднем одно и то же. Есть тут наши данные. И, кстати, довольно интересные. Вот за одно поколение мы изучали новорожденных в Москве, Саратове и Хвалынске. И вот посмотрите, в крупных городах Москва-Саратов происходит увеличение размеров. А Хвалынске, Хвалынск – маленький волжский город. Почему мы, собственно, туда отправились? Потому что было задано такое исследование, связанное с дефицитом йода. Но дело, опять-таки, совершенно не в дефиците йода, а в том, что в это время в Хвалынске были ужасные социальные условия и масса безработных. И среди родителей этих детей масса безработных отцов. И вот у них это приводит к такому снижению длины тела. Ну, конечно, наибольшее число данных ауксологи получают при изучении детей. Ну, так скажем, школьного возраста. И здесь есть совершенно замечательные вот такие исследования, когда абсолютно по декадным шагам, то есть каждые 10 лет изучали достаточно большие выборки. Это были национальные исследования детей в Чехословакии до 2001 года. Дальше не было. И замечательно еще тем, что есть данные и вот 1800-х годов, вот как вы видите. То есть совершенно вот такая как бы базовая кривая. Это вообще редкостная вещь, потому что по численности очень мало таких работ в мире вообще. И мы видим здесь с вами очень хорошо, что вот, конечно, огромный шаг, огромные изменения на протяжении вот этих вот практически двух столетий. А на протяжении последних лет, ну, как бы уже изменения очень малые. То есть вот, естественно, когда мы с вами начинаем рассуждать о том, что... А в будущем вот у нас будут там 2,5 метра. Но они не будут, потому что есть некая генетическая программа, некая все-таки предопределенность. И реализация ее происходит, вот, конечно, во взаимодействии со средой. И тем не менее, в последние годы приросты или очень малые, или их вообще нет. То есть такое ощущение, что на плато какое-то. Да, вот выходит на какой-то стабильный уровень. И здесь, ну, тоже опять такие какие-то выводы о том, что в возрасте 5-7 лет увеличилось на 1-2 сантиметра за десятилетие. В пубертатном периоде на 2-3 сантиметра. И у взрослых вот такие какие-то такие средние цифры, которые, в общем, дают нам примерное представление о количественных этих прибавках. Но здесь важно, что помимо изменения длины тела, у нас были изменения других размеров. И изменения показателей полового созревания. То есть это вот действительно, вот когда мы говорим об акселерации, то тут мы можем привести вот этот пример. Изменения возраста первой менструации. Это пример из Таннера. И в 19-20 столетиях мы видим, насколько изменяется вот эта цифра. 17, да, 17 лет возраст первой менструации, 17 с лишним лет. 1830 год. Да, и тут вот у нас уже все это получается порядка 13 лет. Кстати, вот 13 лет во многих странах сейчас фиксируют. Ну, где-то и ниже. И здесь очень хорошие данные по Москве. Это данные Юлии Абрамовны Импольской, такого замечательного нашего ауксолога, ученого. И мы видим с вами, что вот опять-таки, да, вот военные годы, тут увеличивается как бы этот показатель, дальше он снижается. Вот наиболее ускоренные темпы увеличения размеров тела и изменения биологического возраста наблюдали 70-е годы, между прочим. Вот это благополучные застойные годы, брежневские годы, они дали очень большие изменения в смысле социально-экономических условий. Отдельные квартиры, там изменения здравоохранения, улучшения условий жизни и так далее, и так далее. И вот это был вот такой вот всплеск вот этого процесса как раз акселерации, ускорения. Ну да, и особых потрясений таких масштабных социальных не было. Ну они были, но они были как бы отдельные, они были совершенно локальные, и мало кто над этим задумывался на самом деле. И дальше вот идет такое увеличение некоторое, и вот по данным, это уже данные с авторов Юлии Абрамовны, сейчас происходит опять некое снижение вот этого возраста по Москве. То есть такое ощущение, что чем благополучнее, тем раньше. Тем раньше, да, 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 хотя есть, хотя... Это такой сигнал, что можно размножаться, условия позволяют. Да, условия позволяют. Хотя здесь это еще связано, конечно, с тем, что есть вот эта связь, это специальная тема, очень интересная тема. Есть связь между физическими размерами, то есть мать должна достигнуть определенных физических размеров, это так называемая гипотеза критического веса, чтобы позволить себе иметь потомство. Почему у девушек с аминореей, когда они очень худеют, у них начинается аминорея? Потому что размножение... Да, нельзя. Природа это вырубает. Это один момент. И второй момент, это, конечно, то, что как бы есть вот это ускорение и в условиях стресса. Известно, что когда есть такие очень интересные работы, допустим, девочки из неполных семей, или там вот абьюст, вот этот термин, да, 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 насилие в семье, у них очень раннее половое созревание. Потому что в данном случае организм тоже хочет реализовать вот эту возможность с тем, чтобы потом окончательно не отрубилась сама, как бы, ну, самоспособность к воспроизводству. То есть вот здесь есть двоякий такой момент и есть эти работы. И у мальчиков нет такого хорошего указателя у нас, как показателя, как возраст первой администрации, как для девочек. Это вообще классика, потому что есть масса популяционных исследований на этот счет. Но я вот взяла вот эту замечательную совершенно картинку из вот этого журнала Human Biology, когда фиксировали ломку голоса у мальчиков. Причем это происходило в этой школе Томас Шули в Лейпциге, где был хармейстер Маганн Себастьян Бах. Это еще особенно замечательный пример. И вот вы видите, насколько тоже меняются эти показатели. И здесь, собственно говоря, мы видим, что это 17 лет у этих мальчиков. Ну, и минимум где-то там, в общем, 16 порядка. Вот 17-18, среднее 17. Вот выведено среднее, потому что есть максимальные и минимальные данные. А у современных лондонских мальчиков, скажем, этот показатель составляет 13,3. Ну, и у московских тоже примерно что-то в этом духе. Но нам, мы все про историю, а у нас тоже есть еще современные тенденции. И, в общем, современные тенденции тоже разнятся. Здесь понятно, что мы обязательно должны с вами говорить об этих тенденциях к ожирению. У нас есть масса на этот счет терминов. И эпидемия ожирения, и секулярное ожирение, и эпоха ожирения. Картинка прекрасная. Да, картинка, картинка. Ну, их миллион, этих картинок. Тут просто нужно удерживаться от того, чтобы не вставить всех. Но здесь есть вот такая... Это по детям, между прочим, цифры. И здесь есть вот такая вот, конечно... Значит, вот у нас США. Где-то мы знаем, что некоторые штаты, где больше 30%. А вообще, если не приостановить эту тенденцию... Они считают, вот в одной из последних работ я смотрела, что к 40-м году каждый второй будет с ожирением. Если не бороться, активно не бороться с этой тенденцией. Что они, кстати, делают очень активно. Уже начали, да. У них масса этих программ. Уже пять лет этой программе Let's Move. Вот эта жена Обамы. Обамы, да. Мишель Обамы. Она... И было, кстати, было очень интересное в интернете такое видео, когда вот они отмечали пятилетие вот этого движения. И они все там... Ну и школьное питание у них очень изменилось сейчас. Да, 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 школьное питание. И все-таки они явно борются с этими огромными порциями в Макдональдсах. То есть тут масса, можно говорить. Это действительно особая тема. Но это как национальная программа, в общем, такая. Абсолютно. Абсолютно. Она и должна быть национальной программой, потому что иначе вы не победите это дело. И, да, ну вот у нас на рубеже веков, вот у меня здесь эта картинка 90-70-е годы, у нас вот по Москве мы выявляли вот такие довольно интересные факты, когда длина тела, в общем-то, не менялась или менялась очень мало, а вот эта форма тела меняла сторону такого узкого сложения, астонизации. Очень много этих работ, не только моих собственных, но это вот просто художник нарисовал вот эти картинки. Вы видите, что вот как бы действительно конфигурация тела меняется. При том, что рост меняется очень мало, длина тела, 176-177. У девочек 164-165. А вес снижается, там снижаются какие-то обхватные размеры. То есть получается, что вот действительно мы имеем дело с изменением формы тела. Ну тут я пишу вот астонизация и лептосомизация, то есть лептосомизация от слова лептос, когда более узкосложенные дети, получается, ну и вот эту я картиночку в свое время распропагандировала от матрешки к Барби. Потому что действительно, вот даже если мы сравним с вами кукол, это совершенно потрясающе. То есть куклы, они как бы с одной стороны отражают реальные совершенно изменения в пропорциях тела тех поколений и теперешних, а с другой стороны, они сами по себе являются неким стереотипом. Потому что, согласитесь, что вот этот стереотип Барби, он очень мощно влияет. Да, 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 совершенно. И вот Барби тоже эволюционирует. У меня здесь вот такая картиночка Барби как гаджет. Тут вы можете уже у нее на животе, там, что-то подключив, посмотреть какие-то свои вещички или играть. То есть вот это такой момент очень интересный, когда они, с одной стороны, отражение тенденции, а с другой стороны... Трендсеттеры. Да, 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 абсолютно. И это вот как раз опять из работы Юлии Абрамовны Ямпольской. Посмотрите, вот эта барбизация, да, я бы так сказала. Вот длина тела... Девочки 15 лет, Москва. Да, совершенно одинаковая длина тела, снижение, посмотрите, насколько обхвата груди, это обхват. А вот снижение массы. Ну, Юлия Абрамовна пишет массу, вес, неважно в данном случае. Вот четкий пример того, что происходит. А вот данные нашей коллегии Марии Анатольевны Негашевой с кафедры антропологии МГУ. Вот то, что синий, это все на минус у мальчиков за одно поколение. Значит, вот 70-х годов, мы говорили, что 80-е и 90-е маленькие отличия, а между 70-ми и 80-ми очень большой рост возрастает у студентов за одно поколение. А вот эти все, как бы, обхватные размеры идут со знаком минус. И мало меняется ширина таза, у девочек еще того больше. Посмотрите, сплошные минусы. Кроме длины тела, и вот обхвата голени почему-то. А вот все остальное, все идет на минус. Все жиры, все обхватные поперечные размеры, в смысле диаметра плеч, диаметр таза, значит, все идет на минус. То есть вот происходит вот это сужение, действительно, некая лептосомизация. Ну и тут такая смешная картинка. Значит, что? Мы помним с вами, какие были, да, это Венера каменного века. И про это много пишут, это тоже предмет особого разговора. И с другой стороны, вот, значит, наши идолы нынешние. Просто я взяла такую, ну, где-то из какого-то журнала, но вместе с тем это совершенно понятно. Но сейчас тенденция меняется, потому что вы прекрасно знаете, что вот это стремление к худобе и следованию вот этим канонам доходит до того, что действительно начинаются аминореи, начинаются всякие нарушения пищевого поведения, совершенно ужасные уже не только психосоматика, но и психические расстройства. И сейчас есть тенденция, что вот на подиумах должны присутствовать не только вот эти, но и какие-то женщины с более нормальным целосложением. Значит, уже есть некий, некий поворот такой. И при полоконке какие-то весовой заданной. Да, 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 уже поворот от этого. Потому что одно время, допустим, если мы возьмем 10 лет назад, то была масса работ о том, что, допустим, при индексе массы тела больше чего-то дискриминация на работу. Не то, что они их взвешивали, но по виду они уже это сразу понимали. Их не брали на работу. И это было предметом научных статей, по крайней мере, вот эти изыскания. Так что сейчас времена меняются, и как бы вот помимо этих худышек вот какие-то люди с нормальным целосложением тоже имеют право на существование. потому что все поняли, что это очень важно. Здесь как бы у меня вот такой момент, немножко карта в этих наших исследований, потому что часть того, что мы вот здесь показываем, мы обследовали группы в Архангельске, значит, вот на Волге, в Саратове, в Москве, конечно, в Сухуми. И почему я привожу, мы, на самом деле, у нас, конечно, гораздо больше данных, но по этим точкам у нас были данные исторические, архивные, которые, в общем, соответствовали по протоколу, вот то, о чем я вам говорила, по тому, как были проведены измерения, какими инструментами. Да, 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 они были абсолютно сопоставимы. И здесь получалось, что, ну, да, тут у меня в этих местах тоже были отмечены вот такие же тенденции. Значит, в Саратове, допустим, да, вот в Саратове, на Волге, вот у нас было все то же самое. Ну, вот по Архангельску у нас немножко другой вариант, значит, поэтому я тут специально на нем останавливаюсь. По Архангельску по двум, как бы, срезам, опять-таки, два поколения, родители и дети. Архангельск, 88-й год обследования, Архангельск, 2010-й год. И здесь немножко по-другому, то есть могут быть какие-то варианты, особенно в сельской местности, немножко другие. И здесь получается, что у нас происходит увеличение и индекса массы тела, это результаты дисперсионного анализа, но они представляют нам как бы всю вот эту группу детского и подросткового возраста, суммированную. Ну, путем там довольно несложных математических обобщений, путем стандартизации, вычисления Z-скоров, там, в общем, мы можем это дело обобщить. В то же время, вот посмотрите, почему я этот Архангельск специально показываю, значит, меняются пропорции тела в сторону увеличения длины корпуса и снижения длины ноги. Значит, что нам это дает? Известно, что существуют определенные градиенты, то есть мы не растем там одинаково, скажем, вот ноги растут в определенный период, в период до пубертата, в период раннего детства до пубертата, в пубертате больше растет туловище, и по вот этим градиентам роста мы можем составить какое-то представление об условиях, да, что там происходит на самом деле. Потому что классический вариант, вот это тот, о котором мы с вами говорили, длинноногость, более длинноногие. Короче, туловище, длиннее не ноги. Значит, если мы сравним даже вот то, что мы говорили о Барби, а если мы сравним с вами, например, балерин, вот мы часто видим балерин 50-х годов, и мы поражаемся, какие у них короткие рожки. Да, потому что условия, когда росли ноги, были неблагоприятные, они не получали того-того-того, и вот выросли такими. Так и здесь вот как бы обратный вот этот тренд. Классика тренда в том, что ноги удлиняются. Если мы возьмем массу других популяций, то это будет классика. А здесь вы видите, на протяжении вот этих конца 80-х и 2000-х годов, очевидно, не так хорошо было этим детям в этой области архангельской. И здесь у них как раз укорочение ноги и, наоборот, ног. Я все говорю о ноге, потому что мы одну ногу меряем, понятно. И удлинение корпуса. С обхватами совсем не то, что мы видели с вами по Москве. Тоже увеличение обхватов мы видим здесь. И с жировой массой. Вы видите, значит, вот увеличивается количество жировой массы, тем не менее. И увеличивается распределение жира. Вот это очень важно тоже. Потому что антропологи тоже это изучают. И на самом деле это один из таких серьезных показателей. Потому что у них таки как раз, посмотрите, вот жир на животе. А жир на животе совсем не есть хорошо. Как мы прекрасно знаем. И медики знают это намного лучше нас. Так вот, за эти годы произошло вот такое перераспределение. Как бы жир, во-первых, на туловище накапливается. Во-вторых, в большей степени на животе, чем где-то в других местах. И это очень важно. Вот для чего важно делать вот такой скрининг, подробный скрининг, с учетом самых разных показателей. Потому что, конечно, проще всего делать скрининг длина тела и вес. И это уже будет часть большая. И вычислять индекс массы тела. Но для того, чтобы судить вот таких более подробных, более глубоких тенденциях, важно все-таки мерить больше показателей. Но, правда, у нас сейчас измеряют еще в центрах здоровья, есть очень интересные данные. И вышла книжка по составу тела на основе биомпендантсиметрии. Это Сергей Геннадьевич Руднев, Николаев, который фактически изобрел вот этот... Ну, не изобрел, а сделал этот прибор по изучению биомпенданса. Так что есть и такие данные. Но, тем не менее, вот эти антропологические... Все равно там у вас будет скрининг такой общий. А здесь вы можете сказать, что происходит более подробно. С длиной ноги, с длиной туловища, с этим, с этим. И выявить тогда действительно вот эти достаточно серьезные тенденции. Обозначить их, по крайней мере, перед медиками. И вот еще одно очень интересное. Понятно, и мы очень хорошо знаем с вами, что сейчас очень сильно дискутируется в медицинской литературе вот эта проблема раннего остеопороза, снижение костной массы и так далее. Мы это, естественно, делаем на таких, опять-таки, своих антропологических методов, когда мы измеряем какие-то особенности костяка, и потом делаем соответствующие вычисления, вычисляем индексы. И вот, получается, смотрите, что вот... И, кстати, вот наши коллеги, немецкие коллеги, очень широко этим пользуются, этим методом. И мы вместе с ними издали несколько работ на эту тему. Потому что и в Западной Европе тоже происходит снижение вот этой костной массы, как мы говорим, костного индекса. Мы его выводим как костный индекс. Конечно, лучше, если бы мы измеряли плотность кости с вами. Но кто же нам даст? В школах вообще очень трудно работать, и это дорогостоящий метод, и у нас, честно говоря, его нет. Поэтому здесь мы пользуемся вот такими косвенными показателями, и мы видим, что по вот этим данным действительно происходит снижение костной. Это современная тенденция, то, что мы можем... Да, 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 абсолютно, абсолютно. Это современная тенденция, и мы об этом пишем. И, кстати, это получается по многим другим популяциям. И здесь, конечно, вот этот недостаток движения. Да, здесь индекс массы тела. Мы мало с вами о нем говорили. Хотя это один из основных инструментов определения избыточной массы тела и ожирения. И здесь важно подчеркнуть, что его, конечно, очень сильно критикуют. Есть масса критики на этот счет. Один из таких, один из наиболее таких понятных примеров, это то, что если мы с вами померим, допустим, индекс массы тела у спортсменов, он будет очень высок, а жир там будет очень мало. Это известно. Но вместе с тем, вот при таких скринингах он дает нам очень хорошие результаты. Потому что это просто, никаких, как правило, возражений со стороны учащихся, если мы меряем длину и массу тела, ничего не возникает. И мы можем выделить вот такие вот графические границы. Потому что то, что выше 85 перцентиля, это избыточная масса тела. То, что выше 95, это ожирение. Для взрослых есть вот эти градации. Там 25, мы знаем с вами очень хорошо, килограмм на квадратный метр, 25, 30. Для детей, и тоже есть соответствующие таблицы этих отрезанных точек, они более сложны. Но когда вы берете отдельную вашу группу, вы вычисляете вот эти границы, и вы сразу знаете, что у вас происходит. И вот происходит то, что происходит. Смотрите, вот обратите внимание, нижние перцентиля, они вообще практически не меняются. Практически не меняется. Средняя медиана не меняется. На протяжении, вот у нас розовое, это предыдущее поколение, а серое, это нынешнее поколение. Мало изменений у нас здесь. По средней даже мы с вами не скажем. А вот верхние границы, они расслаиваются. Почему важно иметь вот эти статистические данные и, соответственно, их представлять? Потому что часто просто по средней мы не скажем с вами, что происходит в группе. А вот верхние очень сильно сдвигаются. И это, кстати, опять-таки не только наше открытие, это во многих других исследованиях именно вот такая картинка возникает. Ну и здесь я привела просто, мы видели там, мы знаем, и, в общем, проценты мы знаем. У нас эти проценты еще не столько тестрофичны, конечно. Вот процент с избыточной массой для младших школьников и для старших школьников таковы. Процент ожирения тоже не столь велик. Но, тем не менее, в общем, уже если мы просуммируем, то мы получим вот такие цифры, которые, ну, как бы так, уже не 30%, конечно. Ну, популяция все-таки ощутима. Да, 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 да. Но 20% уже где-то где-то... Да, пятая часть там, даже если четвертая. То есть поэтому нельзя сказать, что вот в этом смысле мы там как бы отдельно от всего. Молодцы, да. Да, а здесь вот это такая картинка, я ее привела. Значит, это подростки старше 15 лет с индексом больше 30. То есть по-взрослому определена, по взрослым отрезным точкам определенный индекс массы тела. И здесь вот мы видим, что происходит. Кто у нас впереди? Значит, вот Соединенные Штаты самые толстые эти насекомые. А тут худенькие, или человечки, а тут худенькие корейцы и японцы. Про японцев скажем еще, там очень все интересно. Значит, это вот так. По половому созреванию у нас, да, замечательная такая история тоже. Ну, вот вы видите, что, в общем-то, по Москве, вот по нашим данным, это наше исследование, остается на уровне 13 лет. Как я вам говорила, в области снижается, в городе снижается, но не сильно. То есть какие-то снижения все-таки происходят. Еще в Архангельске, наряду с вот теми изменениями, о которых я вам говорила. Ну, и здесь, конечно, мы должны сказать с вами, что и питание, и гиподинамия, то есть это все как бы лежит на поверхности. Здесь мы проводили опросы, кстати, и это одна из наших дипломных работ была. Мы проводили опросы о том, какую стратегию они выберут, если все хотят иметь хорошую фигуру. Ну, в общем, физическая активность выбирает очень мало кто, как правило, диеты. Сейчас, правда, ситуация немного меняется, они больше заинтересованы в этом. Здесь, не знаю, будем ли мы с вами подробно останавливаться, потому что это требует такого достаточно подробного рассказа. Тем не менее, вот вкратце скажу, может быть, вы возьмете что-то. Значит, это, собственно говоря, Архангельск, это Архангельская область, это Москва. Мальчики и девочки. Значит, суточное потребление калорий. Архангельская Москва более-менее на одном уровне, область сильно снижена. Здесь гипогенезия, да. Вот, посмотрите, Москва как раз не оказывается в этих, как бы... Малоподвижных областях, да. Да, 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 да. А здесь, значит, вот физические нагрузки. Вот Москва тут явно впереди. Но здесь я должна сказать следующее, что, конечно, в Москве нет, как бы, массового охвата школ. А есть те школы, куда мы можем попасть, и, как правило, это школы... Продвинутые, скорее. И, скорее всего, там... И, скорее всего, там есть секции или родители. Мы, естественно, это все записываем. У нас есть подробная анкета. Но когда мы получаем вот эти данные, оказывается, что и Архангельская область, это было особо таким большим откровением, что в области дети тоже достаточно мало времени тратят на вот эти... Когда-то популярные сельскохозяйственные работы или там еще что-то, возникает гиподинамия. То ли это связано с тем, что уже другие совершенно условия в сельской местности. Ну, здесь мировая тенденция, просто эта картинка, поскольку я отчасти занимаюсь, преподаю в физкультурном институте, я оттуда чего-то беру. Значит, вот за одно поколение на, видите, на 46%, в 2030 году снижается физическая активность 35%, Китай, который идет по пути модернизации очень ускоренно, 51%, вот Бразилия, вот Россия на 32%. Понимаете? То есть цифры очень значительные. Ясно, что что-то нужно делать с этим. Ну, это вот понятно все, что мы делаем. Тут масса, в общем, этого тоже всего может быть. И мы, так или иначе, должны как бы заниматься тем, чтобы развивать свою физику. Здесь вот этот очень интересный блок информации о социально-экономических факторах. Значит, это совершенно, на самом деле, замечательные вот такие исследования. Когда я вам говорила, что все-таки аристократы, там, хоть они и сидели где-то и что-то там в темноте и прочее. Вот смотрите, разница между форсайтами, ну, я так грубо обозначила, да, и Оливерами Твистами, хотя Твист тоже потом попал в хорошую среду и, наверное, вырос, составляет 22 сантиметра. То есть это совершенно невероятная цифра. Если там сигма, среднеквадратическое отклонение, разброс 6 сантиметров, 6-7 сантиметров, то это практически 3 сигма. Конкретные форсайты очень за собой следили. Значит, это мы видим 22 сантиметра. Тут вот совершенно потрясающе. Это просто, как говорится, что-то невероятное. Без слов, да. А вот смотрите, это вот наш коллега, тоже очень большой наш друг и приятель, известный немецкий ауксолог Херманусен Михаэль. Значит, вот он показывает нам, это восточная и западная Германия. И как отличаются вот этот более низкий социальный слой, средний социальный слой и высокий социальный слой. Вот мы видим с вами различия. Здесь, ну, грубо говоря, 170,5, а здесь 181,5, да. Это если брать западную. Кстати, интересная модель, да, вот природная. Вроде генофон-то должен быть один. А вот, тем не менее. Разделили стеной. Да. А здесь, значит, вот у нас, смотрите, 177, да, а здесь, получается, восточный пониже. Ясно. 179 и там 5. Порядка. Ну, про восточных еще там будет картинка. Ну, это вот часто мы делаем. Это вот одна из наших с кем такой социальной стратификации. Мы стратифицируем по образованию. Потому что это то, что нам доступно. Мы пытались как-то по доходу семьи, по каким-то вот таким вещам. Но у нас это очень трудно получить. Как правило, это не работает. Если только вы не спросите, ну, вот оцените там вашу обеспеченность вашей семьи по шкале от 1 до 10. Ну, и то они всегда будут завышать немножко. Потому что никто не скажет, там, типа, 3. Будут где-то больше. А по образованию это, в общем, такой классический стратификатор. И он, кстати, везде работает. Если даже тех же форсайтов мы возьмем с вами, то у них как раз это... То есть британские исследования, я помню, это по образованию. Они же очень любят, они же вообще стратификаторы. У них там 5 социальных классов с подклассами. И все по образованию идет. В чем-то там даже, по-моему, было разделение какой-то статьи образования гуманитарной и, естественно, научной. Вот здоровее были те, кто с естественно научным. Что-то было, не впало такое. Да, да, кстати, там есть различия. Вот даже и у нас по факультетам, вот в работе с Мариной Анатольевной Негушевой, по факультетам гуманитарным и естественным. Но у нас наоборот, гуманитарные были повыше. Да, да, да. Но гуманитарные, понимаете, там маленький набор, допустим, журналистик или там какой-нибудь филфак. Вы представляете, что такое попасть? Труднее, чем биофак. Ну, наверное, в наше время, последние 20 лет, конечно. Конечно, конечно, естественно. Это не 60-е годы. Естественно, да. Но здесь вот стратифицировано по образованию, и мы видим, что это на примере мальчиков, у девочек посложнее, что здесь, опять-таки, условные единицы у нас, нереальные какие-нибудь сантиметры, что все то, что вот красное, это высшее, и это у тех детей, когда у родителей имеет высшее образование. То есть у нас этот стратификатор тоже работает. И это различие достоверно. Мы вот публиковали много этих данных в разных журналах. Вот тут мы попытались, даже в одной школе у нас были, это данные начала 2000-х годов, в обычных классах и в лицейских классах. И опять-таки у мальчиков, потому что у девочек все там сложнее гораздо, по большинству признаков. Смотрите, длина тела, длина ноги, длина корпуса, вес, body mass index, все как бы вот повыше. Ну, кроме body mass index, он как-то так тоже повыше, но не сильно. То есть они выше, но не сильно массивнее. И здесь еще вот один интересный очень пример. Мне кажется, что и медики, и представители школьной гигиены, учителя, они должны это учитывать. Это психоэмоциональные факторы. Это классическая картинка, которая была получена где-то после войны в сиротских приютах Германии. Значит, было два сиротских приюта, и в одном давали дополнительное питание. В одном из приютов. И понятное дело, что дети росли лучше на этом дополнительном питании до какого-то времени. А потом вдруг они стали расти хуже. Увеличение веса в данном случае берется, и вот время. И понять никто не мог, потому что питание было то же самое, все было то же самое. Оказалось, что одна из, а вернее даже не одна, а главная, хедмастер, значит, как бы глава, воспитательница такая главная, она перешла из одного приюта в другой, и это произвело такое впечатление на детей кошмарное, что у них стал тормозиться рост. Ну, она была кошмарная, наверное. Кошмарная, да, очевидно. А вот она взяла с собой восемь любимчиков, смотрите, и перевела их в тот приют, где было дополнительное питание, и тут просто они стали расти как на дрожжах. Так, потрясающе. Вот, это то, когда мы говорим о климате в семье, о климате в школе, в классе, это оказывается совершенно конкретное влияние на развитие деток. И вот, опять-таки, данные упоминавшегося уже мной Херманусона, когда произошло, смотрите, объединение Западной и Восточной Германии, Восточная Германия отставала, это год рождения, объединение произошло в 90-х годах, значит, по данным новобранцев, и цифры стали сближаться. Хотя, в общем-то, известно, что не так здорово стали жить восточные немцы. Там были даже больше проблемы, и всякие экономические проблемы и прочее. Да, и неприятия Запада. Да, 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 и многие лишались работы, и то есть все это было. Но на молодежи вот это отразилось таким образом. То есть есть вот некие факторы, кстати, Херманусон сейчас очень много работает над такой интересной идеей о влиянии окружения на рост. Мы знаем, вообще есть эти работы, вы, наверное, тоже их знаете, когда вот это окружение, вы в среде ожиревших, вы тоже толстые. Это есть, это много работ таких. Но это не связано с привычками пищевыми. Это связано с привычками, это связано с каким-то общим укладом, то есть, естественно, с каким-то общим влиянием среды, с образом жизни. Но он это показывает на длине тела, причем на таких очень интересных статистических данных, опять-таки, вот по швейцарским новобранцам. Но это история особая, потому что про нее надо очень много и долго рассказывать. Это надо звать Ермануса. Да, да, надо его звать, действительно. Он у меня, кстати, был в прошлом году на конгрессе антропологическом. И его телевидение там пришли, и они его расспрашивали на этот счет. Значит, здесь важно еще сказать, что, конечно, мы становимся слабее. Вот все то, что мы говорили с вами о гиподинамии, это вот наши минусы. Тут по группам мышц вот эти минусы, это очень подробная работа. Ну, тут не за 100 лет, меньше немножко, но, в общем, мы видим, что все идет на минус. Вон спина, сила этих мышц, тех, 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 сила кисти. У нас много данных по силе кисти. Вот данные по Москве. Смотрите, как тут все снижается очень сильно, 2000-е годы. И, да, вот это наши данные. Мы обследовали, была такая диссертация у нас по татарским детям, рост развития татарских детей. То есть дети, которые, казалось бы, живут в достаточно... Это даже не Казань, это набережные Челны, Елабуга, вот эти города. Тем не менее, вот эта физическая крепость снижается очень сильно. И по правой руке, и по левой. Синий, 85-й, это 2005-й. Опять-таки, на протяжении одного поколения. И вот эта очень интересная картинка у нас, к сожалению, не была, когда мы мерили в Архангельске, у нас не было по предыдущему поколению данных по динамометрии. Нам не с чем было сравнить. Но поразительно то, помните, мы говорили с вами о движении, о том, что сельские движутся мало. Вот, поразительно то, что вот по показателям динамометрии у них один в один идут, что город, что село. То есть, казалось бы, сельские детства, мы привыкли, что они более крепкие и более физически сильные. И они там занимаются всем другим десятым. Вот современное село нам этого совершенно не показывает. То есть, вот такие тенденции, которые удивительны. Ну, тут еще размеры и формы головы. Но, думаю, не будем на этом останавливаться, потому что, наверное, у нас уже времени мало. А это специально тоже. Ну, то есть, это тоже есть. Это специальный текст и очень интересный, потому что это головной указатель. Сейчас я все-таки головную выведу, длину и ширину головы здесь. Пусть так будет. А этот головной указатель считался преснопамятным расовым признаком. Да. А оказывается, что он меняется и очень резко. Он меняется, во-первых, на протяжении антогенеза. То есть, как бы, снижаются величины у всех. Но меняется сама конфигурация головы. Опять-таки, форма головы. Потому что, вы видите, вот 60-е годы – это вот это. А 90-е годы – это вот это. Значит, что? Увеличивается длина и уменьшается ширина. То есть, голова делается более длинной. Как бы в контексте, вот как я считаю, моя точка зрения, что это и есть контекст вот этих общих изменений в сторону удлинения, да, далькоморфности, там, лептосимизации, назовите как хотите. И это работает и на голове, и на лице. Поэтому вот по лицу тоже тут вот эти данные. Вот поскольку антропологи все меряют, они могут это заметить. А если ты этого ничего не меряешь, то и непонятно. Ну, кто выше? Тут вот у меня… Ну, это турецкие, да? Да, турецкие – это на индивидуальном уровне. А тут вот все народы бегут к планке, и кто оказывается выше, тот и выше. И тут, значит, вот у нас интересные данные. Опять-таки, это вот данные Комблаша. Значит, середина 19 века самые высокие американцы, белые американцы. Обратите внимание, рабы у нас тут есть, потому что рабов тоже мерили. А иначе как вы его поймаете, когда оно бежит? Поэтому знали его там длину тела, особые приметы и прочее. Значит, ну, вот тут у нас где-то эти самые Норвегия, там в конце Польша – Украина. Ну, по России нет данных, но где-то тут же мы вот с ними. А вот у нас, значит, что сейчас? 2000 год. Вот на первом месте, как мы видим, с вами 184 голландцы, с которых мы начали. Дальше идет Скандинавия. И вот США. То есть США снизился, снизился, я вам упоминала уже вот эту замечательную передачу «Стейчево в Либерти». То есть снизился очень сильный рост, зато они стали страшно толстыми. Идет проблема вот этого ожирения. Причем мы тут специально про это не говорили, хотя это тоже очень интересная проблема. Первое – ожирение признали диагнозом. Уже Американская Ассоциация Медиков сказала, что это диагноз. Не болезни, которые сопутствуют с ожирением, а само ожирение у детей. Значит, второе, что есть четкая география, есть штаты, где там по почтовому коду можно уже вычислить, сколько там процентов. И понятно, что западные штаты и там, там, этот самый Коннектик, вот Нью-Йорк, они наименее ожиревшие. А вот Мидбест, там, значит, совершенно какие-то колоссальные цифры. И, значит, вот это вот нужно иметь в виду, потому что при общем распространении, конечно, этого явления, все-таки проявления разные в разных штатах. И, значит, здесь у нас по женщинам нет исторических данных. Откуда у нас исторические данные по мужчинам? Ну, новобранцев-то нету. Новобранцев-то нету, да. Но вот по женщинам то же самое. Вот посмотрите, значит, у них этот самый средний рост, 170 сантиметров, у голландок, и дальше вот идёт Бельгия, Австрия, США, вон где. Причём это по белым, это не то, что смешное население. Чётрое место с конца вообще за 100 лет практически. Да, 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 да. Вот, 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 что происходит. Да, ну и тут ещё про голландцев. Я не смогла это не выписать, потому что им пришлось изменять стандарты гражданского строительства. Иначе они просто не проходили. Ну, там вот эти белокурые гиганты, когда он на велосипеде, вы просто думаете, что это какой-то кентавр вообще. И там есть это выражение Peter to meters. Потому что вы действительно, если средняя 184, то плюс-минус 3 сигмы 20 сантиметров, значит, вот это и будет нормальный рост 204 сантиметра. Да, вот все спрашивают там про Японию, про Корею. Совершенно замечательные есть картинки на этот счёт. Японцы, конечно, у них не такой огромный шаг. Вот посмотрите, у 17-летних. Но, тем не менее, эти увеличения тоже происходят. Вот эти очи тоже японцы, живущие на Гавайях, которые, ну, поле судьбы, они выше своих родителей. Да, да, да. Там вообще это по Гавайям, там масса по мигрантам. Вообще мы мигрантов с вами здесь не касались, потому что это совершенно отдельная тема. Огромное, огромное количество материалов. И у нас даже есть материал на этот счёт. То есть, всё-таки, вот мы ещё не подводим итог, но всё-таки социальное очень большое значение. Очень большое. Огромная составляющая. И вот по... При одном и том же генетическом наследии социальные факторы всё-таки... Да, да. Вот они, и это нам показывают вот эти изменения социально-экономических условий и так или иначе, это изменение социально-экономических условий, когда люди переезжают в другие какие-то условия. И, конечно, многие связывают это опять-таки с стрессом. Есть гипотеза стресса, она очень популярна. Но, тем не менее, главное, что, допустим, сам Боус писал о том, что резко меняются как бы традиции воспитания. То есть там вот у него много очень было примеров на этот счёт. Но главное, что всё-таки меняется питание, меняется образ жизни, меняются условия здравоохранения, потому что переезжают не от хорошей жизни, переезжают от плохой жизни к лучшим условиям. Особенно, когда речь шла вот о начале, допустим, 20 века, когда он изучал итальянцев, приехавших в Америку, и итальянцев, оставшихся там, сравнивалось с какими-то данными. Или первое поколение приехавших с последующим поколением. Или евреев, приехавших из Европы в Америку. Совершенно, как говорится, разная история была. То есть это показательный пример, что человек всё-таки очень социальное животное. Очень. Сейчас у нас ещё будет замечательная картинка. И всё-таки в Японии, вот вы видите, тоже происходят какие-то изменения, потому что, конечно, современное поколение японцев, это совсем не то, что вот эти прежние. Прежние, вот это у меня картинка, а надо бы дать здесь картинку, я постеснялась тогда сфотографировать, когда мы летели в Токио, и была масса туристской группы пожилых японцев, и они были ростом со свой чемодан. Вот у них были огромные чемоданы, и они были так пожилые. Это пожилые. А молодёжь, естественно, уже совершенно другая. Она везёт другой образ жизни, она по-другому питается, она отходит от этого традиционного питания. И, соответственно, меняются вот эти параметры все. И длины тела, и вес. Это из очень хорошей японской работы. Индекса массы тела, то есть они все укрупняются. У них нет тут какого-то такого расслоения, которое мы у себя наблюдали. А вот вам прямое влияние социально-экономических условий. Разделение Северной и Южной Кореи по поколениям, по десятилетиям практически. Вот эти 70-летние, если мы отнимем с вами, это работа примерно 2008 года. Не дала здесь ссылку, но она у меня, конечно, есть. Значит, это до разделения Кореи. Вот они одинаковые. А дальше происходит резкое разделение. Вот что происходит в Северной Корее. 20-22, то есть они вот на вот этом уровне. А вот Южная Корея, которая прибавила тут совершенно колоссальный... Ну, просто, да. Просто, просто. Как разные страны. Как разные страны, совершенно верно. А все это из одного... Корни из одного, как говорится, гнезда, одна и та же генетика. Ну, конечно, сейчас там уже какие-то изменения в Южной Корее происходят, потому что, возможно, там какая-то митисация, хотя они по-прежнему придерживаются все-таки традиционных браков. Но, тем не менее. Но Северная Корея дает нам вот то, что она дает. Вообще, как бы, да? На том же уровне показатели роста. Так что это вот такой очень четкий пример в социально-экономических условиях. Хотя я говорю, что... Да, это вот замечательно. Это как раз в Мюнхенском университете была такая защищена диссертация Юте Альбрихт. Она вообще русского происхождения, поэтому она у нас консультировалась немного отсюда эти данные. Она изучала длину тела в Средней Азии. Изменения длины тела в Средней Азии. Значит, вот это у нас женщины красные, вот это у нас мужчины. И, в общем, мы видим то, что мы видим. Что молодежь, которая всегда, мы видели это много примеров, всегда выше старших предыдущего поколения, она практически вот как бы даже ниже их. И вот еще один пример тоже. Это по Казахстану. Значит, вот русские у нас, смотрите. Вот русские вот этих годов рождения самые высокие. Русские, которые родились позже, практически вот так снижают. Это русские 45-50-го года рождения. То есть вот было совершенно определенное увеличение размеров тела до, скажем, 90-х годов. Это молодые женщины. И дальше снижение их. Это годы рождений. И казахи, казашки, у них практически на одном уровне все остается. То есть это в большей степени сказалось на русских, чем на других группах. Это общее по странам. То есть вы можете вот по действительно вот этим показателям, казалось бы, да, мало относящимся там, вы не знаете ничего о том, что там происходит. Но вы можете четко сказать, в каких условиях происходил рост развития организма на основании вот этих суммарных величин, размеров тела населения. То есть это вот меня всегда просто потрясают вот эти картинки, хотя я их много раз вижу. И как бы их нашла там из всяких работ. Но все равно это поразительный пример того, как физические размеры действительно реагируют на, скажем, условия жизни, на вот благосостояние, на какие-то... На политические катаклизмы даже, скажем так. Да, да, да. На отсутствие этого благосостояния или его наличия. Понимаете, вот это просто... Мне кажется, вот это основное, что мы здесь, о чем мы здесь говорим. Ну и здесь вот как бы несколько таких моих, скорее, размышлений вслух. Если мы говорим в целом, вот о таких параметрах тела, то, конечно, конечно, мы несем на себе вот тот весь эволюционный вклад или эволюционный запас, который там у нас есть. Но, тем не менее, это не есть нечто застывшее. Мы меняемся, мы меняемся в связи с теми условиями, которые меняются вокруг нас. Мы либо попадаем как бы в резонанс и как-то их используем, либо, наоборот, мы страдаем от них, и тогда получается, что наш какой-то репродуктивный успех меньше, чем он мог бы быть. И мне кажется, что вот эта пластичность антогенеза, вот, собственно, все то, о чем мы говорили, это вот этот факт нашей способности приспосабливаться. Мы потому и достигли таких успехов. И дожили, да. Да, и дожили, и состоялись, как вот такой самый успешный вид. Потому что мы могли приспосабливаться к самым разнообразным условиям. Короткие промежутки между родами – пожалуйста. Там какие-то условия экстремальные – пожалуйста. Переплыть – пожалуйста, мы приспособимся. То есть вот эта уникальность, она выражается и в том, что мы действительно очень быстро реагируем на какие-то процессы, которые происходят вокруг нас, в том числе и социальные. И так или иначе, в общем, выживаем, можем дать какую-то такую результирующую составляющую хуже или лучше, но тем не менее приспособиться к этим условиям. И мне кажется, что вот это одно из таких важных наших вкладов вот в наш эволюционный потенциал. Ну, здесь у меня такая смешная картинка, потому что всегда спрашивают про будущее. Ну, понятно, что это шутка какая-то. Какое там у нас будет будущее в этом? Это уже настоящее. Это настоящее. Когда мы сагбедно сидим за компьютерами. Я сейчас сижу, у меня болит шея, не могу разогнуться. Это социальное неравенство. Вот социальная элита такая, а социальные, так сказать, низы вот такие тоже мы видим с вами. А это кто такие ребята на мелководье? Ну, а это вот вышли, вышли вроде бы из воды. И обратно. Воду, да, уже замусориваем, пачкаем. Ну, и тут уже феминистская идея. Это можно, как говорится, не обсуждать. Мы это и так знаем. Конечно. Тут слава богу, что никто нам противоречить не будет, по крайней мере, в этой комнате. Спасибо большое. Вам спасибо. Я хотела в нашем постскриптуме оттолкнуться от заключительных наших фраз о том, что человек пластичен и человек быстро реагирует. Вот быстро – это как? Я не буду говорить о сегодняшней ситуации. Ну, вот, например, такая вещь, как экономический кризис, как, скажем, Великая депрессия конца 20-х годов. Как скоро после наступления неблагополучия такого глобального появляются изменения в популяции? Сколько нужно времени? И сколько должно длиться это неблагополучие, чтобы оно стало значимым фактором таким? Вы знаете, вот я бы сказала, что это очень быстрые процессы. Год-два. Ну, вот мы видим это с вами на примере, допустим, 20-30-х годов. Те, кто родились в 20-30-е годы, через 20 лет, они на 3 сантиметра меньше, чем те, кто родился в дореволюционные, довоенные и дореволюционные годы. Ну, все-таки, или 10 лет все-таки. Вот сколько должно продолжаться это неблагополучие? Ну, поскольку, понимаете, поскольку мы все-таки просматриваем в течение антогенеза, значит, не всего антогенеза, а вот этого роста и развития, там от 0 до 20, да? До 20, да. Да, но тем не менее, вот вы, допустим, там, ваши 5-10 лет, которые вы провели в неблагоприятных условиях, они наложились на ваше раннее развитие, и в 20 лет вы на 3 сантиметра ниже, чем в среднее, чем предыдущие десятилетия. Покажи, то, что называется экономическим кризисом у нас сейчас, массовые сокращения, там, подорожание продуктов, условно говоря, какие-то санкционные действия. Вот дети, рожденные сейчас, они это почувствуют? Или если все быстренько обернется, то, может, вспять, может быть, они и не почувствуют? Я думаю, что это будет по-разному для разных мест, по-разному для разных социальных слоев. Вот почему очень важно, почему я специально вот это проговаривала, вот эта социальная защита, у нас же ее сейчас практически не существует. Я об этом, да. Поэтому расслоение идет очень быстро, мы просто как бы не учитываем, у нас нет вот этих социальных градаций, да? У нас нет их. У нас их не было, про это мы с вами не говорили, хотя это страшно интересная тема тоже. Как зарождался социальный подход в антропологии, там миллион работ 20-30-х годов, можно назвать, очень интересно. Как потом это все ушло, потому что мы строили бесклассовое общество. Как действительно, когда мы начали с моей ученицы Людмила Викторовна Задорожной в 80-е годы, в конце 70-х, 80-е годы обследовать школы, стратификации практически не было. Мы не измеряли высший слой, номенклатуру, туда нас, как говорится, неизмеряемые. Но вот этот охват московских школ был очень большой, условия были одинаковыми. То есть фактически не работала эта стратификация, действительно, ее не было. И как быстро сейчас происходит это расслоение, вот даже на примере школ. И поскольку у нас практически, к сожалению, я должна констатировать, все идет по пути большего и большего углубления вот этих социальных различий, то есть государство как бы не предусматривает все-таки таких эффективных мер по защите наиболее уязвимых слоев населения, то я думаю, что у нас будет, конечно, происходить реально снижение значительных параметров, особенно длины тела, которое является таким совокупным все-таки параметром. Мы знаем, как отбор идет с вами по длине тела, вот хотя бы даже по этой последней работе голландцев. А можно же очень много примеров привести на эту тему. Я думаю, что это вот основная такая проблема нашего общества. И она в разных... Говоря же о том, что, конечно, будет и неправильное питание, и дефицит продуктов питания какой-то, и все это будет очень четко... И социальная напряженность. И социальная напряженность, абсолютно, абсолютно. Абсолютно. И все это нужно прослеживать по регионам, по разным местам, что-то... Я бы даже сказала, по отдельным районам Москвы. Мы можем это... Даже школы, наверное, отличаются. Школы разные. Да, но пойдите попробуйте попасть в школу, и что для этого нужно, и как это... Какие рогатки, и какое неприятие всех этих проблем на самом деле. Спасибо большое еще раз. Приходите к нам еще. Ой, вам огромное спасибо. Я абсолютно счастлива, с удовольствием к вам приехала, и получила очень большое удовольствие от беседы с вами. Вам большое-большое спасибо.